Привет, студент! Хочешь услышать последние новости студенческой жизни, собранные специально для тебя командой Универ Ньюз? Тогда садись поудобнее и смотри внимательно, мы начинаем! С тобой Петрова Дарья и сегодня ты увидишь! Кто мы есть на самом деле? В КФУ обсудили российский народ как нацию. Каким должен быть истинный журналист? Профессиональные качества развивают в лаборатории Ильшата Аминова. Согласитесь, очень сложно предсказать будущее нашей страны. Это настоящая тайна, спрятанная за сотню замков. Но ключ к ней все-таки существует. И этот ключ – национальные интересы России. Каковы же они? Узнаешь в нашем следующем сюжете. 16 сентября в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ прошла открытая лекция известного российского этнолога Валерия Тишкова. Доклад академика РАН был посвящен религиозному и культурному разнообразию народов России, которые, исторически сформировавшись, существуют и по сегодняшний день. Также во время своего доклада Валерий Тишков обсудил со студентами и заинтересованными преподавателями национальное самосознание русских и понятие российского народа как нации. Ориентация с точки зрения сочетания малой и большой родины, она очень важна. Кто я есть? Татарстанец, россиянин, татарин, русский. И вот эти сложные идентичности, я об этом скажу. И как это должно учитываться в управлении, как это должна изучать наука, потому что здесь очень много нового и много изменений произошло за последние 20 лет. Есть много споров и есть разные точки зрения. В своей лекции Валерий Тишков обратил внимание слушателей на особый статус России, как многонациональной федерации. Это, безусловно, оказывает существенное влияние не только на решение этнополитических проблем, но и на государственную политику. Прошедшая лекция была открыта для всех желающих, поэтому вызвала интерес не только у историков Казанского федерального, но и представителей первой Казанской православной духовной семинарии. Мы живем в республике Татарстан. Это особый регион Российской Федерации с особой ситуацией в области межконфессиональных, межнациональных отношений. Поэтому наши выпускники – это будущие священнослужители, и они должны иметь четкие установки относительно работы с будущей паствой, чтобы не входить в конфликт, в частности, с мусульманским населением, с теми гражданами, которые исповедуют ислам, чтобы понимать, какие у нас есть общие ценности, общие точки соприкосновения, общие задачи, ориентиры. Валерий Тишков подчеркнул, что обсуждение национального вопроса на сегодняшний день имеет очень большую важность, как на площадках органов государственной власти, так и в молодежной среде. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. На сегодняшний день общее количество государственных служащих Республики Татарстан составляет 5885 человек. Из них будут выбраны 12 человек, достойных носить звание лучшего государственного гражданского служащего. Подробнее о конкурсе узнаешь далее. Первый этап третьего конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» прошел на базе Высшей школы Государственного и Муниципального управления Казанского федерального университета. Участники соревнований прошли тестирование на знания действующего законодательства, а также выполнили тесты для определения уровня владения русским, татарским и одного иностранного языка. Оценивать эти задания будут преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Итоги конкурса подведут в День Конституции Республики 6 ноября. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. В Казани стартовала студенческая регата. Соревнования по гребле на байдарках и каное, академическим дисциплинам и лодках дракона завершат грибной сезон этого года. Марафон «Люблю Татарстан. Иду на выборы» проходит по всей республике. В Казани 17 сентября пройдет первая экскурсия по ново-татарской слободе. Экскурсия стартует от парка имени Тинчурина в 13.00. Участие бесплатное. В Италии стартует самый поздний в 2016 году Сабантуй. Площадкой для праздника станет Российский Центр науки и культуры в столице Италии. В школах Казани введут занятия по гольфу. С этого учебного года в Татарстане стартует проект «Гольф в школу», участниками которого станут 16 школ Казани. Проекты от Татарстана вышли в финал национальной премии Russian Event Awards. Это Всероссийский форум туристских волонтеров «АйПро» и музей-заповедник «Островград-Свияжск». Проект «Мастер и Маргарита. Я там был» объявил кастинг котов на роль кота Бекемота. Хозяева котов до 25 октября должны выложить фото любимца ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегом «КотММ». Будущее уже рядом. Беспилотные автобусы КАМАЗ появятся в 2018 году. Участники машиностроительного кластерного форума, который второй день проходит в набережных Челнах, делали смелую попытку выработать решения по дальнейшему развитию отечественной автомобильной отрасли. Отопительный сезон в Казани стартует 19 сентября. В первую очередь тепло будет подано в объекты здравоохранения детские дошкольные образовательные учреждения. В новом учебном году продолжила работу лаборатория Ильшата Аминова, генерального директора телерадиокомпании «Новый век». Нашим зрителям он рассказал, какими качествами должен обладать телевизионный журналист. Смотри следующий сюжет и узнай, можешь ли ты быть настоящим корреспондентом. Лаборатория Ильшата Аминова создана на базе кафедры телевещания и телепроизводства КФУ по инициативе ректора университета Ильшата Гафурова. Основом телевизионной журналистской деятельности студентов здесь обучает мастер своего дела, выпускник КФУ и уже генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильша Атаминов. Для будущих корреспондентов и ведущих здесь предоставляется большая площадка для развития. Студия звукозаписи, профессиональная аппаратура. И на будущее развитие у института уже есть свои планы. Леонид Григорьевич Толчинский, с которым я сегодня общался, он рассказал мне о планах, которые сегодня стоят перед институтом. И я очень рад, что здесь будет организовано огромные оборудованные производящие студии, где, может быть, сделать программы любого уровня, включая ток-шоу, включая различного рода аналитические программы даже. Лаборатория Ильша Атаминов делится реальными историями своего карьерного роста, готовит студентов для работы на серьезных телеканалах, чтобы они могли сразу включиться в производственную практику. Директор телекомпании строго подходит к вопросу навыков журналиста. Журналист должен уметь брать интервью, правильно писать стендап, правильно монтировать, соблюдать определенные законы при монтаже, съемке, уметь излагать свою мысль и достигать необходимых результатов в сюжете. Всему этому учат студентов на специальности телевидения. А смогут ли они стать настоящими акулами пера, зависит только от них. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Второй год подряд Казанский государственный энергетический университет в начале учебного года презентует новое общежитие для студентов. В этом году после капитального ремонта открылось общежитие номер один 1982 года постройки. 15 сентября прошло открытие общежития Казанского государственного энергетического университета. Студентам тут же представили все новшества их отремонтированного жилья. Другие, и времена другие. Но самое главное, берегите ваш дом, потому что он у вас такой теплый, комфортный, уютный, чистый. Самое главное, здесь огромный труд вложен в людей, которые за три месяца привели в порядок это общежитие. Из общежития было вывезено около 900 тонн строительного мусора. Менее чем за три месяца капитального ремонта в старейшем общежитии энергоуниверситета созданы условия для проживания студентов не хуже, чем в комфортабельной высотке общежития КГУ. Предполагается, что 90% нуждающихся в жилье иногородних студентов будет проживать в трех общежитиях энергоуниверситета. Все помещения оборудованы новой мебелью. В кухнях общежития появились новые гарнитуры, холодильники и плиты. Кроме того, оборудована комната самоподготовки и современная прачечная. Все продумано для комфортного пребывания обучающихся. Энерго ТВ специально для Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Не переживай из-за капризов погоды и постарайся не заболеть. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!